Добрый день! Теперь я буду подбрасывать еще задачки open-source из технологического стека Metarhia. Вчера вот я начал разрабатывать движок для электронных таблиц, который назвал Metacalk, который будет частью технологического стека. Он в принципе уже, его ядро более-менее написано, но значит, что он умеет, можно посмотреть, наверное, по тестам. То есть можно создать табличку, шит электронный, это как Excel или Google Sheets, что-то записать в эти ячейки, потом записать в другие ячейки формулы и потом проверить, как они там внутри посчитались. Точно так же можно из одной ячейки, которая содержит формулы, ссылаться на другую ячейку, вот так вот по цепочке, которая ссылается на третью ячейку. То есть не только там значения и, ну короче, они могут по цепочке друг друга вызывать эти формулы. И внутри формулы мы можем использовать любые идентификаторы, которые нам хочется. И в принципе можем использовать JavaScript, его там namespace mass, ну чтобы математические всякие функции. Вот тут вот можно видеть, что там всякие экспоненты, max и power, синусы и все остальное с вложенностью. То есть можно делать совершенно любые экспрессионы, но, естественно, наружу никуда из этой формулы вылезти невозможно. И пока что, если вы сделаете рекурсивное обращение из одной ячейки в другую, а из той обратно в ту, то, естественно, будет максимум call stack size exceeded и, значит, все это дело навернется, но оно и должно, собственно, навернуться. Единственное, что нужно, конечно, еще тут доразрабатывать, сделать всякие обработчики этих ошибок. Ну я, в общем, задач набросал там огромное количество. То есть сейчас написан, я вам покажу, как выглядит ядро этой системы. Мы его чуть-чуть зарефакторим, чуть-чуть его зарефакторим и наметим, какие есть куча задач. И, в общем, их можно решать. Вот это все. Вот весь этот движок выглядит вот как каких-то там 40 строчек кода. Ну, естественно, он пока что не очень красивый. Все лежит в одном конструкторе. Ну, это небольшая проблема, на самом деле. Мы можем отсюда вынести вот эти вот прокси. Я вам сейчас... Давайте сначала разберем, как оно по месту лежит. Так будет проще просто разобраться, когда оно лежит все вот одной простыней. А потом мы это декомпозируем и будет понятно, что это такое за прокси. Значит, как это все работает? Внутри класса Sheet мы создаем коллекцию data. Там будут, собственно, данные ячеек лежать. Это могут быть исключительно какие-то, значит, скаляры или же там объекты, но не функции. Все функции мы будем хранить вот в expressions уже в компилированном виде, используя библиотечку MetaVM. Мы сюда подключили нашу же из технологического стека Metarchia библиотечку MetaVM. Значит, когда мы читаем... Дальше. Значит, коллекция values. Она коллекция, но мы, значит, ее реализовываем при помощи прокси, чтобы перехватывать обращение ко всем свойствам. И каждый раз, когда мы оттуда будем что-то читать, мы... Ну, во-первых, значит, если мы оттуда читаем... Ну да, вот эти вот все values, к ним можно будет обращаться снаружи. То есть, когда мы обращаемся, shit.values. какой-то там идентификатор, то мы хотим прочитать содержимое ячейки. Еще мы можем его там читать, на самом деле, там, ну, другими способами. Мы можем сделать специальные методы для обращения к ячейкам, но пока что мы хотим вот напрямую из values читать. Но мы хотим перехватить имя идентификатора, поэтому нам нужен прокси. Как объект, который мы оборачиваем в прокси, мы сам shit, собственно, используем. Можем, конечно, тут использовать date. Но я думаю, что будет удобнее использовать shit, потому что вдруг нам нужно будет к каким-то другим свойствам там обращаться. И сюда вот добавляем accessor get. То есть каждый раз, когда кто-то читает свойства из этой таблицы, нам приходит target. Нет, этот target, это он указывает на this, да. И property, это property name. Там, если кто-то читает, ну, это сама, собственно, может читать вот этот вот expression в ячейке, он может читать namespace mass. И тогда мы ему отдаем namespace mass. Потому что напрямую доступа нету у нас в этом sandbox, в котором expression запихнут. Там, собственно, никаких namespace вообще нету, поэтому масса там тоже нет. Поэтому мы должны вот так вот его пробросить. Дальше мы из target читаем expressions data. Это вот, собственно, вот эти вот две коллекции. Дальше мы к ним, конечно, через this expressions и this data можем обращаться. Но я решил сделать так, чтобы потом было удобнее все это выносить наружу из этого класса, чтобы все эти обработчики, аксессоры можно было вынести отдельными функциями. И мы сейчас это сделаем. Значит, дальше мы проверяем. Если под таким именем у нас expression, то тогда, собственно... А, в смысле, если нет expression, то тогда читаем просто данные из коллекции данных. Иначе пытаемся прочитать expression. Ну, тут если мы не находим expression, то нужно, конечно, как-то обработать ошибку. Ну, пока что еще до обработки ошибок я не дошел. Ну, в общем, если прочитали expression, то исполнили этот expression и получили какое-то значение. Дальше, контекст. Это контекст, собственно, который будет контекстом всех expression в этом шите. И, соответственно, если внутри какого-то expression будет идентификатор, то если этот идентификатор не объявлен, а он, конечно же, не объявлен, то он будет искаться в глобальном контексте. То есть вот в этом вот sheet context. Но мы, собственно, кладем в этот create-контекст, мета-вм create-контекст, мы кладем сюда ссылку на values, собственно, вот на эту штуку. Это значит, что если там есть идентификатор какой-то ячейки, то будем брать данные из этой ячейки или вычислять другие expression. Ну, то есть вот как мы тут это делаем. То есть таким образом, как только у нас есть какой-то идентификатор, которого мы не знаем, то мы будем его читать из ячейки или вычислять ячейку, и так они там по очереди будут вычисляться. То есть цепочка вычислений начинается с ячейки. Мы читаем ячейку, и потом вычисляются. Сначала она, expression, а там находится идентификатор, он полез в другие ячейки, и так она вот по цепочке там вычисляется. То есть оно не, когда мы записываем в ячейку, а когда мы читаем из ячейки, сейчас вычисляется. Ну, это вот сейчас такая реализация. Я думаю, что, в принципе, ее можно так и оставить. Конечно, нужно будет потом доделать кэш для того, чтобы значения ячеек были там предвычислены, потому что мы подряд, если к одной и той же ячейке обращаемся сейчас, то это приведет к тому, что она начнет заново вычисляться. Как минимум, если ячейки не поменялись, если expression не поменялись, и значения никакие не поменялись, то, конечно, нужно кэшировать эти все значения, и мы тоже этим займемся. Значит, идем дальше. Дальше у нас есть collection cache, это тоже прокси, и у него есть и getter, и setter. Вот если getter, то мы проверяем, из какой коллекции мы можем это взять. То есть, если смотрим, если оно есть в expressions, то будем брать из коллекции expressions. Если там нету, то будем брать из data. И дальше из нужной, из выбранной коллекции берем значение. То есть, по сути, это мы тут будем таким образом getter или значение, или expression. То есть, одно из двух. Дальше set нам позволяет заменять что-то внутри ячеек. То есть, таким образом, при помощи вот этого set, мы можем туда записывать значения и записывать выражения, которые должны будут откомпилироваться. Значит, мы что делаем? Тут, значит, target data set. Мы вот записываем значение. Но если это значение начинается с знака равно, а, кстати, наверное, вот если со знака равно, то мы в data вообще не должны писать. Ну, это, кстати, да, нужно это поправить. Мы сейчас поправим такое. Значит, если оно начинается с знака равно, то нам нужно это откомпилировать как функцию. Для этого мы прицепляем к этой функции вот такую вот стрелку, чтобы она стала функцией, а там дальше expression пошел. Ну, там может быть невалидный expression, но, собственно, мы этого тут не обрабатываем. Значит, оно ляжет с ошибкой, и нужно будет потом сделать обработчик ошибок. Мы пока что тут с ошибками не работаем, просто делаем сам движок, который будет вычислять. Значит, удаляем этот знак равно из первого символа, прицепливаем стрелочную функцию и создаем контекст, который вот через create script передаем, через options и вот сюда вот этот контекст, из target контекста. Также мы этому скрипту должны дать имя, ну, просто даем ему имя ячейки. Ну, и исходник вот этот вот, который сделали из стрелки и expression. Ну, и, собственно, то, что у нас экспортируется из create script, в mcreate script, там, собственно, откомпилированная эта функция, она вот сюда запихивается. Ну, не факт, что откомпилированная, но, во всяком случае, это example нодовского vm script. Это instance его. Собственно, мы его записываем сюда и предполагаем, что оттуда появилась вот функция, которую мы вот тут вот сделали из expression и стрелки. Ну, и, собственно, все. Когда set успешно случается, мы сюда выводим true. А если не успешно случается, просто вот тут где-то срогается ошибка. Ну, она в основном срогается где? На create script, потому что там может быть какой-то невалидный вообще джаваскрипт. Ну, не все невалидные джаваскрипты тут будут срогаться. Многие будут срогаться еще вот в этом месте, где у нас, собственно, будет исполняться этот expression, потому что заранее мы не знаем, все ли идентификаторы валидные. Можем их найти. Давайте теперь заберем отсюда аксессоры и вынесем их из конструктора. Просто вот сюда их объявим. const, значит, getValue сделаем вот таким вот образом. И теперь это не метод, теперь мы можем это преобразовать в стрелочную функцию. так, сделали, и теперь вот сюда можем get, getValue. Вынесли один аксессор, потом getCell тоже вынесем. так, теперь это тоже стрелочная функция. Так, и тоже напишем сюда getCell. Так, и теперь вот этот вот сеттер, мы его тоже вынесем. const. setCell. Так, тоже преобразовываем его в функцию. В принципе, вся эта конструкция даже будет меньше занимать места. Немножечко. Ну, не так сильно, но как минимум она будет читаться. Так, вот set, и тут setCell. Да, вот так вот. А так как у нас напишены тесты на все это дело, то вот наш этот рефакторинг, который мы только что сделали, он... Сейчас. Давайте посмотрим. Ну, тесты вот самые простые. В принципе, если мы что-то неправильно сделали, это все должно свалиться к чертям. Давайте это дело запустим. О, что-то свалилось. 34, 34. Так, пойдем посмотрим. 34. Ага, о, пробельчик. Вот это да, как я не увидел. Обычно бросается в глаза. Так, тесты. Ага, тесты прошли. Отлично. Ну, мы еще посмотрим, что у нас есть тут небольшие тайпинги. Интерфейс просто прописан для вот всех этих штук. И у нас еще осталось исправление ошибки. Давайте мы сюда еще исправим ошибку. У нас тут была где-то, где-то нехорошая ситуация. А, вот, да. То есть, если expression, то мы должны вот это исполнить. А данные присвоить только в том случае, если они не являются expression. давайте мы, наверное, сделаем сначала... Сейчас я подумаю. Давайте вот это перенесем наверх. Так, ага, нет, подождите. Я подумаю, как это лучше сделать. Стринг и... Да, давайте это перенесем наверх. Вот так. И отсюда сделаем return true. Так, ну, отсюда... В общем, в другом случае... Или можно через else сделать, да. Ну, чтобы два раза return true не писать. Ну, это, в принципе, не очень критичные изменения. Так, что тут еще можно улучшить. Давайте подумаем. Ну, кэши мы сейчас не будем доделывать. Это же рефакторинг, правильно? Мы тут должны, чтобы ничего не испортить, только оптимизации всякие сделать. Так, snap space. Да, в принципе, все. Других я ошибок вроде не замечал для этого дела. Давайте тоже попробуем запустить тест. Ничего мы не испортили. Это отлично. Давайте теперь посмотрим, что же к вообще этому... к этой библиотеке вы можете дописать. Тут, на самом деле, работы еще, может быть, на полгода. Тут кажется, что она уже много умеет, но вообще тут еще много чего можно дописать, потому что все-таки электронные таблицы это вам целый мир. вообще, да? Я в ишьюсах, в метархе метакалк сделал кучу ишьюсов, что сюда нужно еще реализовать. Ну, я прошу, если вы собираетесь сюда законтрибьютить что-то, то в этом случае просто так не форкайте и не пишите код, а сначала зайдите в этот ишью, почитайте, прокомментируйте и, значит, попросите, чтобы я вас добавил в этот репозиторий и добавил вас в осайни вот сюда вот, ну, чтобы эта задача была на вас распределена, чтобы у нас не получилось, что 10 человек пишут одно и то же. Ну, такое тоже может быть, но как минимум вы должны знать про то, что вас несколько, чтобы не начать, значит, конфликтовать по поводу этого дела. Ну, значит, смотрите, нам нужно обрабатывать ошибки, если не найден идентификатор. Значит, для этого нам нужно вот такой вот тестик, я сюда его добавил, и тут какие-то есть идентификаторы, которые не найдены. А, нет, 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 это не то. Это если у нас рекурсивный вызов. Да, точно. И в этом случае мы range error получаем, максимум call stack size exited, вот этот error. Ну, каким образом это можно решать? Тут два варианта есть. Ну, во-первых, мы можем рассматривать весь этот shit как этот самый, как граф, и можем найти в нем циклы, и это один способ. А второй способ мы просто можем, когда вызываем функцию в accessory get get value, когда мы вызываем функцию, мы просто там trycatch делаем, и нам JavaScript сам выдаст вот эту вот ошибку, мы ее словим, и должны будем ее куда-то отправить, на onerror, или какой-нибудь обработчик. Ну, в любом случае, мы эту ошибку должны или сровнуть, чтобы она была не вот такая, maximum call stack size exceeded, а, допустим, там, как-нибудь называться, она должна значит, calculation loop detected, или как-нибудь так, да, но, чтобы ее нормально обработать дальше, нам вообще нужен unknown identifier hook, то есть, нужно вот такой on identifier сделать, и в случае, если, а, не, ну, такое там тоже нужно на самом деле сделать, это другой вопрос, нам нужен error handler, вот такой, чтобы мы могли подписаться на ошибку, то есть, если там loop, то, значит, эта ошибка должна, у нас, короче, shit должен стать экземпляром, точнее, выполнять контракт event emitter, и мы должны эту ошибку вот сюда, в onerror выплевывать, это, наверное, даже нужно сначала сделать, а потом уже циклы искать. Дальше нам нужно в случае, если идентификатор действительно не найден, сначала мы в namespace ищем, нужно подумать, кроме масса, может быть, какие-то еще namespace сюда пробросить, значит, если нету в expression ищем в date, если нету в date, то тогда вызываем этот hook, и с hook можно вот shit on identifier, да, мы получаем имя identifier, и там где-нибудь, допустим, в базе данных, там, или какая-нибудь переменная, константа, или что-нибудь такое, мы где-нибудь ее прочитали, и, собственно, тут мы можем вернуть, и он подставится вместо значения identifier, это удобно, если мы хотим какие-то еще дополнительные параметры в эту таблицу, или, допустим, эта таблица ссылается на другие таблицы, мы их таким образом можем связать, там, во всех спритшитах такая функциональность есть, и это удобно сделать через event. так, кроме того, нам нужно еще, чтобы вся эта штука работала в браузере, и тут у нас есть тоже несколько вариантов, мы можем использовать eval для экспрессионов, ну, или, можно, new function, там, или еще каким-нибудь образом, это, по сути, будет тот же eval, или же можем использовать библиотечку metavm, только в ней, ее нужно портировать под браузеры, и она там тоже две реализации имеет. Ну, через eval мы ее там не хотели делать, мы хотели ее сделать через iframe, ну, это такой себе способ изоляции скриптов, чтобы для каждого экспрессиона iframe генерировать, мне кажется, не очень. Поэтому я сейчас вот склоняюсь, чтобы все-таки тут сделать это через eval, и потому что ну, ничем не плохо, чтобы у нас в браузере мы эти экспрессионы в eval исполняли. Это все-таки ну, не критичный код в браузерах, мне кажется, что кроме того, эти экспрессионы человек сам написал, он их сам и исполнит в своем же контексте, в своем же браузере, поэтому ничего тут страшного нет, если мы это сделаем на eval. Поэтому это предпочтительный пока вариант. Потом нужно еще добавить всякого API, то есть ну, допустим, getColumn, вот чтобы мы сюда добавили, допустим, в смысле вызвали для колонки C и получили массив всех значений в колоночке, или там для строки, пятая строка, или, допустим, взяли целый range, да, getValues и там getData. Если getData сделали без аргументов, то просто забрали все данные из всей этой таблицы в виде двухмерного массива отдали. Если сюда вот в getValues тоже там ничего не придет, то мы values посчитанные отдадим, а data отдаст вместе с expressionами. А, нет, data отдаст чисто значение, а values отдаст уже посчитанные. Дальше expressions отдаст тоже двумерный массив, но там будут только expressions в определенном range или во всей таблице. И еще очищать какие-то части из этого. Сюда можно добавлять функции и в своих полреквестах просто будете ссылаться на этот sheet range API и я, в принципе, задумал еще несколько опишек, но это совсем на будущее и пока что нужно их обсудить. Они, видите, VIP промаркированы, это значит work in progress, то есть надо еще подумать над этим API, и я тут везде хинты написал о том, что сначала давайте обсудим, и что это не нужно сразу бросаться реализовывать, потому что это еще на обсуждение. Это freeze API для того, чтобы зафризить часть шита, часть массива. Зачем нам его фризить? Во-первых, для того, чтобы можно было точно знать, что в нем ничего не изменится, и в этом случае мы просто можем его весь посчитать и положить уже посчитанный, просто читать из него значение. Такое может быть нужно для оптимизации скорости. Можно фризить, анфризить, проверять, есть ли хоть одна зафриженная ячейка. Мы какой-то range можем зафризить, а остальную таблицу оставить не зафриженной, допустим. Это просто идея того, что можно сделать кеширование через фриз каких-то частей таблиц. Можно какое-то другое кеширование сделать, которое по-другому будет это разруливать. Это один из вариантов. Потом хочется, чтобы мы колонкам добавляли алиасы. Допустим, в колонке А у нас неймы, или емейлы, или телефоны. Что-то может быть какой-то алиас. И потом можно будет тогда обращаться к этим колонкам по другому имени. И можно это будет удобнее в экспрессионах, что А это у нас имейл. Или же мы хотим удалить алиас от колонки А. Или получить какая колонка у нас связана с имейлом. Она нам вернет, что колонка А у вас связана с имейлом. вот такое. Ну, или вот тут есть get set алиас. Вот такое. А, тут ошибка. Значит, тут remove алиас, а я не поменял. Давайте это дело сразу. Не set, а remove. Remove алиас. Отлично. Так, ну, еще какое API, это индексы. То есть, тут это еще более такая грубая идея. Тут надо продумать, каким образом мы можем построить индексы для этого шита, для того, чтобы, во-первых, быстрее искать по значениям ячеек, быстрее искать по вычисленным значениям, по тем, которые там хранятся, ну, в общем, сделать какой-то ордер, потом, значит, чтобы находить те строчки, в которых ячейка больше скольки-то, меньше скольки-то, в каком-то рейнже находится, или просто меньше чего-то, или больше чего-то, или максимальное. Ну, то есть, чтобы можно было строить какие-то запросы к колонкам, к строчкам, ну, то есть, использовать это, грубо говоря, как такую маленькую табличку базы данных, чтобы можно было искать по значениям, и, значит, искать множество, и создавать эти индексы, удалять эти индексы. Ну, короче, еще много нужно сделать ресерча, потому что непонятно, скорее всего, мы сможем что-то ускорить, но не все, то есть, какие-то вещи, индексы смогут ускорить, а какие-то не смогут, поэтому тут нужно делать эксперименты, прототипы, и потом все это дело проверять тестами, и насколько оно будет быстро работать. Ну, в принципе, оно уже опубликовано в NPM, как версия 0.01, вы видите, то есть, можно, тесты уже какие-то есть, конечно, тестов нужно написать сюда больше, но, в принципе, это вот одна из таких вещей, мы будем делать ревью на эти задачи, так что можете присоединяться к написанию этой библиотеки, и я в ближайшее время еще несколько таких библиотек вам подкину для практики. Спасибо.